На идише у нас, я помню, с детства у хасидов принято после Песаха благословить друг друга метагизинтен зумер, со здоровым летом вас. То есть мы кончаем зиму и переходим в лето. А после Симхат Тура в Тишвей говорят агизинтен винтер, чтобы была здоровая зима. Мы сегодня находимся в период нашего восхождения, вернее продолжение нашего восхождения. Наша первая часть после египетского ига, что диктуется всеми темными силами, это ига, мы перешли из рабства, из египетского рабства, вышли на волю. Мы вырвались на волю. Вот с этого момента я хочу начать, это месяц Ниссан. Тот месяц, когда евреи вышли из Египта, в Египте они были рабами, после этого они стали свободными людьми. Хочу подчеркнуть, что нации, они были до того времени тоже. Это была нация, еврейская нация, иудеи, это были потомки Аврагама, Исаака и Якова. Тора на них тогда еще не распространялась, как она сегодня, но они уже были тогда нацией. У нас имеется три месяца из 12 месяцев, то есть одна четверть. Это так, Ниссан и Яр-Сиван, они на самом деле начинающие еврейский календарь. По еврейскому календарю первый месяц это Ниссан, когда Песах. Нет Тишрей, когда Рошашана, хоть Рошашана и Новый год. У нас подход немножко другой в иудаизме. Первый, самый первый месяц это месяц Ниссан. Второй месяц это месяц Яр. Третий месяц это месяц Сиван. Идут как одно целое. Это как, как можно сказать, трио. Продолжают той же самой цели и взаимно помогают друг другу. Но они разные. Мы как-то уже говорили, может быть не один раз даже, что евреи это одна нация, от которой требуется единство, сплоченность. Но вместе с тем они не одинаковые. Они единые, но не одинаковые. Поэтому у нас было и есть 12 колен. Эти 12 колен не просто имели свои такие внутреплеменные задания, задачи. И даже митсвот. Но они имели немножко иначе подход ко всему. И настолько эта иность, это не одинаковость, это отличие было настолько сильно, что даже когда они шли в храм, что в храм дана была единым Богом одна митсва. Когда взойти в храм, в три эти праздника, шалош, памим, башана, три раза в году должны подняться все евреи в Иерусалим в храм. Это было в Пейсов, в Шавот и в Суккот. Все евреи должны были подняться. И поднимались. Ну так если поднимаете, выполняя одну такую же митсву, общую митсва, так поднимитесь и идите в одни ворота. Если это узко, так сделайте два ворота. Нет, делали 12 ворот, и каждое колено имело свой вход. То есть вот это различие никогда их не оставляло. По заветам, по митсвотам было так, что им нельзя было... Одно колено не могло брать замуж или жениться на колене другого. И на еврея из другого колена. Пришел период, когда это все кончилось. И сегодня все племена могут соединяться. Это не началось сегодня. Началось намного раньше. Когда-нибудь придем к разговору на эту тему и будем разбираться. Но в общем, что я сегодня хочу вам подчеркнуть, то что Хасидут подчеркивает, что мы все разные. В чем мы разные? В том, чтобы мы могли учиться друг от друга. И сегодня, вот в этот месяц яр, в начале которого мы сейчас находимся, это сказывается особенно. А ведь мы знаем, что нужно жить в ногу со временем. Мы должны все время считаться с парашата шавуа, мы должны считаться с праздниками, со всякими интересными или неинтересными вещами, которые происходили вот в это время. В прошлом. И вот мы находимся сейчас в месяце яр. А месяц яр, он один из этих трех месяцев, что идут вместе. Ниссан первый, второй яр. Так Ниссан, я вам скажу сразу, он отличался тем, в основном тем, что был исход из рабства, из египетского рабства. И этот исход происходил очень чудесным образом, как все, что у нас происходит чудесным образом. И все требует подготовки, приготовления. И все имеет также духовный смысл. И вот они вышли из рабства, освободились, но они еще тогда не были народом. Они тогда были, скажем, нацией. Это была нация, это были потомки Аврагама, Исаака и Якова. А когда они стали сплоченным народом, единственным народом, так сказать, народ, который имеет единого Бога, единую религию, единую культуру, и на самом деле один народ. У них одна мобилизация, у них платят они налоги одинаковые и так далее. У них одни законы, законы Торы одни, кроме исключений, которые были сделаны для жрецов, для Коаним и для Лавиим. Почему Всевышний так сотворил мир? А Всевышний требовал от нас, чтобы мы никогда не были безразличными происходящими вокруг нас. То есть, каждую вещь, что человек видит, он должен из этого что-то взять для себя, внутреннее что-то такое, глубокое, чтобы привело его к лучшему служению Бога. А почему он должен вообще служить Богу? Это очень просто. Бог его сотворил и дал ему в подарок вот этот мир большой наш, дал ему вот это самое громадное удовольствие и сладость, жизнь. И говорит, пожалуйста, я тебе это дарю, но с одним условием выполняй, веди себя так, чтобы мне было приятно. Так же, как тебе приятно есть вкусную пищу, которую я для тебя выращиваю, верни мне вот это больше ничего. А я имею удовольствие от твоего хорошего поведения. Почему я это имею, это не важно, это секрет. Но я удовлетворяюсь только твоим правильным поведением и переживаю очень глубоко за твое неправильное поведение. В основном, вот это последнее, вот этот диалог между евреями и Всевышним происходит в месяце Яр. Месяц Яр – это месяц сфера Таумыр. В нем одна митва. Мы были сейчас в Ниссане. В Ниссане главная митва была Песах. Ох, какая это была митва. Это было потрясающе. Была митва Песах. Рядом с Песах была митва Бритмила. Тогда сделали первое обрезание для того, чтобы кушать корбом Песах, жертву Песаха. Третье, главное, что было, главный третий месяц из этой четверки – это Матан Тура, Хага Шабаот. Хага Шабаот – это день дарования Всевышним нам Торы. Мы приняли эту Тору. Мы приняли ее очень глубоко и навеки вечные. И настолько нам Всевышний тогда открыл это, что мы тут же, можно сказать, от большого стремления, от большой любви расцвела в нас очень сильная любовь к Торы и к Всевышнему. Она, евреи тянулись к этому сильно. Ран, есть такой, есть такой комментатор, он говорит, что откуда берется сфера Таомер? Откуда считают Томер? Какая причина является? Причина простая. Когда евреям сказали, вы выходите из Египта, и я вас доведу до той горы, где вы будете служить Богу, евреи вспыхнули. Да, мы хотим, мы хотим служить. Мы хотим тебе служить, и мы хотим служить и выполнять все, что в Торе написано. Когда они проникнулись вот такой любовью, просто их остановить было невозможно, так Всевышний сказал им, это будет через 49 дней. Так они начали считать первый день, второй день, третий, сколько осталось? И вот так проходило вот эти дни, в которые мы сейчас находимся. А мы же уже знаем это из истории Пуры, мы знаем из истории других историй, что все повторяется еще раз. Все, что произошло когда-то, это не кончается, это повторяется. Почему это не кончается? Потому что это вечно. Это события, которые описываются в Торе, они каждый раз открываются нам по-новому. И наши ощущения и чувства еще раз пробуждаются по-новому. И те силы добрые, которые находятся в нашей душе, в божественной душе находятся, эти божественные силы, мы умеем их воспринять правильно, уцепиться за них и продвигаться с ними, с этими силами. Всевышний дает нам эти силы. Поэтому мы вечные, поэтому наш народ единственный, который держится, чтобы с ним не было. Есть много древних народов, это правда. Вот даже Китай. В Европе есть тоже много народов, которые живут тысячи лет на одном месте. Но мы-то никогда тысячи лет не жили на одном месте. Мы же гоняли по всему круглому шару земному. И до сих пор мы так разобраны по всему миру. Так что это просто так, в этом же что-то лежит. Сфера Таомер, мы начинаем это считать. И я хочу немножко зайти в суть Сфера Таомер. Третий месяц. То есть первый это Ниссан. Ниссан мы уже понимаем, что это исход евреев из Египта. Их превращение в вольных людей. И яр мы полностью нырнули под воду всей этой нашей любви к Богу и к нашему единству. В чем это подчеркивается? В чем это сказывается? Ведь сфера Таомер мы начинаем считать на второй день Песаха. И из Египта мы вышли в первую ночь Песаха. После Сейдера уже стали там гибнуть первенцы и все это кончилось. Так мы вышли в первый Сейдер, мы ушли из Египта. То есть мы уже были вольными людьми. И поскольку мы разные еще со времен Абраама, Исаака, Якова. Абраам был хесед, милость, милосердие. Исхак был двура, жесткость, требовательность. А Яков был две эти линии вместе. Это линия правая, линия левая и милосердие. Это называется Тиферет. Тиферет это называется красота. Красота. То есть не одна линейность, а две линии вместе. Что на самом деле это главное качество человека. Вот эта середина, это самая главная качество человека. А правая и левая уже, они меняются. Но главное не в этом. А главное в том, что все сферот, а их у нас 10, как нам известно, они связаны между собой. Очень сильно связаны. Каким образом они связаны? Каждая сфера, будучи отдельной, состоит из других сферот тоже. То есть сферата хесед, когда мы говорим хесед, милость, милосердие, она имеет тоже гвура. Гвура. Скажем, суровость. Жесткость или жестокость немножко можно сказать. Гвура. А где мы это видим? Когда мы видим, что наш ребенок делает что-то неправильное, что с нами происходит? Мы хватаем его, иногда можем даже дать ему по попе, а он плачет. Что ты делаешь? Вот эта способность дать по попе, это не любовь. В открытую, посмотреть поверхностно, это уже действие гвуры. Но на самом деле это не так. На самом деле это проявление любви, проявление отцовской любви к ребенку. Воссоединение одной сферы с другой называется воссоединение и ткалылут. Синтез между сферот, он постоянно существует. Постоянно. И он посылает все время свои импульсы, свои силы, свое воздействие. Постоянно. Это на то, то на это. И поэтому человек, он не однолинейный. В нем есть все. Вот возьмем простой пример у Авраама. Авраам это основа хеседа. Основа милосердия. И этот Авраам, когда ему сообщили, он три дня после обрезания бежал принять гостей. Взрослый человек, 99 лет. Он бросил все. И был он тогда во время беседы со Всевышним и бежал встречать гостей. А на самом деле это были ангелы переодетые. Но не важно. Он-то думал, что это люди. Принять гостей. У него милосердие. Это было все. В пустыне останавливать караваны с жаждущими людьми. И, пожалуйста, заходите. Все было у него. У него было много имущества. Он был богатый человек. И вот этим он занимался. Его работа была милосердие. Приблизить человеку к своему сердцу. И совершить с ним что-то доброе. И вот этот, Авраган, когда ему пришли и доложили, что только что пришли там войска какие-то и забрали твоего, разбили эти пять городов там Содома. И взяли твоего племянника в плен. Сына твоего брата Лота. Забрали его и жену, и имущество, и детей. Авраам не задумался ни на одну минуту. Он тут же вооружил все, что у него могло быть под ружьем. То, что люди, которые были способны воевать. И сколько, вы думаете, их оказалось у него? 318. Это все написано в Торе. Открыто. Это не Каббала. Он взял этих людей и бросился вслед этим полчищам, чтобы вызволить своего племянника. И когда он шел, он знал точно. Люди в пустынях, они были с самого начала. Авраам был немаленький полководец, со всем разбирался, как следует. Он выслал в разведку, он знал точно, сколько их было там. Сегодняшние исследования приходят к заключению, что их было минимум 10 тысяч человек. И Авраам, как истротек, бросился первый, взял с собой вот этих людей, распределил их правильно, знал, кого выслать вперед, кого в сторону. И они напали на эти 10 тысяч человек. И разбили их, забрали. И тут вопрос. Ведь Лот, можно сказать, был с ним в конфликте. Лот ушел от Авраама. Поведение Авраама пастухов ему не понравилось. Когда шли, они там пасли овец своих, свой скот и лото-скот. Так что было? Лото-скот и лото-пастухи заходили на любое пастбище, даже те пастбище, которые им не принадлежали, принадлежали другим людям. Все равно заходили и объедали. А пастухи Авраама вмешивались в это. С какой стати? Это нельзя. Это грабеж, это гезл. Нельзя это делать. И они между собой все время скандалили. И Авраам этого не выдержал. Говорит, все, давай разойдемся. Ты иди там живи, как ты понимаешь. Я буду жить, как я понимаю. На этом они разошлись. То есть был конфликт. И Авраам сказал, выбирай, куда ты хочешь идти. Вправо, так я пойду влево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Выбирайся. И тот выбрал себе вот это место, что потом превратилось в Содом, Амура и последствия нам известны. Так такого человека он бросился спасать. Не задумываясь. А ведь он в любой момент мог получить стрелу в сердце и так далее. Тем более 300 человек против 10 тысяч. Обыкновенному разуму человека это не очень понятно. Но мы не знаем вот ту магическую силу, что руководит человеком, когда у него открыта Ават Ашем, любовь к Богу. Когда у него открыта сфера Тахесель, которая сияет в нем. И это было у Абрама. И он ни с чем не прочитался. Пошел и сделаем. Что происходит в течение вот этих 49 дней, что мы считаем до шаблота, на протяжении целого месяца Ияр? В Ияре есть 29 дней. Все эти 29 дней мы произносим одну митву сфера Таумы. Это митва сфера Таумы. Несмотря что она кажется такая второстепенная, она упоминается очень редко. Больше она не упоминается. И мы на нее не делаем шахьяну, благословения на каждый новый праздник. А тут мы подсчитываем каждый день, рассчитываем сфера Таумы. Сегодня первый день, завтра второй день, третий день. Мы вернемся сейчас к этому. Это интересная тема. Что представляет собой сфера Таумы? Так кажется, что она очень такая невыдающаяся и не такая важная, как другие, которые подчеркиваются много раз. Тут идет один раз. Каждый день что-то задеваем чуть-чуть. И только вот эти дни, вот эти 49 дней, больше нет. Целый год мы не знаем об этом. Но это сделано для того, чтобы каждый день все сферы, мы анализировали каждую сферу, и эти сферы между собой сочетаются. Одна заменяет другую. Одна передает свои качества другой, а другая передает ей качества свои. И вот так это все время идет. Рознь превращается в единство. В конечном итоге кончился Ияр, что он символизирует полную подготовку евреев к получению Тора. Полностью. А я хочу заметить, что когда евреи вышли из Египта в 12 колен, как мы знаем, это тоже из предыдущих глав Торы, они не были охвачены одними чувствами мира между собой. Там междуусобицы все время происходили. Все время были дрязги, все время были споры, все время что-то не нравилось, тут не хватало того, тут не хватало этого. В таком состоянии, что они не то, что не едины, они все время между собой не ладят. Вот таким образом они шли по пустыне целый месяц, остатки месяца Ниссана. С самого начала, когда они вышли, уже были там споры, и они не прекращались. Поэтому написано все время и остановились евреи, вышли евреи в этом месте, и остановились тут, и стояли там, все время во множественном числе. когда они подошли к горе Синай, в Рошходеш-Сиван, вот в этот месяц, когда они подошли к Синаю, то они сказали, в Торах говорит, и разбил он там лагерь напротив горы Синай. Баихан Шам, Исраэл Мегедагар, то есть уже единственное число. Когда они приблизились, зашли к Сивану, и до получения Торы оставалось пять дней. На шестой день они получили Тору, в эти пять дней они перешли совсем-совсем на другую фазу. Что за этим скрывалось? Тут они целый месяц шли и не могли поделить ничего. Просто с ненавистью смотрели друг на друга, можно сказать. Не находили общего языка. И вдруг их называли все время, и остановились евреи, и пошли евреи, и поехали евреи. А тут разбил свой лагерь еврей в единственном числе. Месяц Сиван, как только он начался, он принес с собой совсем другое излучение, другой свет. Свет единства, свет дружбы, свет любви к Богу, ко всему. Человек совсем другой. Как это происходит? А это очень просто. Очень-очень просто. Отчего человек становится ну таким неприемлемым? Он неприемлем, потому что он не принимает кого-то другого. Каждый себя чувствует ну с гонором или не важно как, но прежде всего человек чувствует себя и позже начинает вникать в другого человека. И вот так мы живем и боремся целой и целой жизнью. Чтобы полюбить другого, чтобы понять его, чтобы вникнуть в суть его, вот это открылось евреям, когда они пришли перед горы Синай. Если мы знаем, мы говорим в Агаде и в и 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 если бы он настолько привел в горе Синай и не дал нам Тору, это тоже было бы достаточно. Это правда. Они до получения Торы уже были настолько в другой атмосфере, настолько чувствовали себя покорными добрыми добрыми, что им уже не нужно было еще Тора, сейчас им не будет хорошо, нет, нет. Это очень глубокая мысль, это очень глубокий анализ, и мы должны это понять, в Агаде ни одного слова, как во всем учении Торы не написано зря. Это у нас называется битул. Битул это самоотверженность, самоотрицание, то есть ты себя ставишь в сторону. Что сказал Гилы Бен нахуй, это не еврея, который пришел и хотел перейти в еврейство. Что он ему сказал? Когда он пришел и сказал, это был известный такой мудрый старец такой народа соседнего нашего, и сказал, я хочу перейти в еврейство, только скажи мне очень коротко, не вводи меня сейчас в длинные там уроки Торы, скажи мне, пока я стою на одной ноге, объяснишь мне, в чем смысл вашей религии, вашей Торы? Так сама ему не ответил. А Гилов ему ответил очень просто. Люби ближнего, как самого себя. Тот посмотрел на все книги, которые были там у Гилы, говорит, как и вот эта вся которая говорит, да, а то, что ты видишь все остальное это комментарии, это объяснение. Это объяснение, это тебе облегчает твой путь. Вот она суть. Алтереби объясняет это встание, как человек может любить ближнего как себя. Это очень просто. Если ты свою действительность не ставишь перед всего, свои интересы, объективность, ты доходишь до какой-то идешь в сторону минимальной степени объективности, начинаешь думать о ближнем, начинаешь думать о своей общине, о своем обществе, о своей стране, в которой ты живешь, и тогда это лепится, пролепает человек. В наше время, тем более, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня в мире, нужно быть большим аналитиком и большим философом, чтобы понять, что это на самом деле так. Все, что происходит, это повторяется, и мы находим этому объяснение в Торе. И вот в учении хасидизма это особенно. Алтаребе в 32-м Пейрокитане, ведь сегодня есть Таня на русском языке у многих, посмотрите, какой вывод он делает. Он это объясняет очень-очень интересно, глубоко, по всем правилам изучения Торы. Так это происходит сфера Таомер, когда каждая сфера вдруг понимает, что из нее исходит вот этот свет, он не должен быть во всей своей мощности. Нужно считаться с другими сферот тоже. Давай не будем однолинейными. Это глубокая вещь. Олама Тову, мир Тову. Тову тоже были эссер сферот, но они были совершенно отдельно. У них не было вот то, что мы считаем сейчас сфера Таомер. там было полное разделение. И поэтому происходили вот эти все большие взрывы. Улама Тову, мир хаоса. Мощности большие и никто не уступает, один не уступает другому. И вот мы находимся в самой гуще слияния сферот. Хесед, Бурот, и ферот, все это вместе. Каждая сфера состоит из десяти сфер. Уберем хохма бенадад в сторону, но если мы переходим в эмоции, то есть семь медот. И мы на протяжении семи недель занимаемся каждой сферой в отдельности. Пытаемся понять ее, и соединить ее с другой сферой. Вот в этом заключается наша работа сейчас. И поэтому, поэтому, когда мы смотрим молитвенник, и когда мы читаем сфера Таомер, там написано «Милосердный Всевышний, возврати нам храм, нашу работу в храме». Нашу службу в храме. А какую службу? Мы говорим не в Песах, не в Суккот, и не каждый день, когда приносим жертвы. Именно про от сфера Таомер. Там мы благословим вот этим благословением. Верни нашу службу в храме. Какую? Вот эту. Сфера Таомер. Это очень важное движение наше. Вот такое движение, когда мы в себе можем проявить, найти в себе главное событие наших дней и главная цель наших дней. Мы знаем, что месвод это не даны просто так. Месвод даны, чтобы человека сделать более доступным, чтобы он стал доступным нам и стал доступным Богу. И тогда мы получаем хорошая тройка. Еще одно трое, не только трое во времени, что это Нисан и Яр и Сиван. А мы уже получаемся Исраэл Орайта Векут Шабрихул так в Зоре написано Куло Хад. Все вот эти три становятся одним целым. Мы превращаемся в одно целое. Превращаемся, потому что мы так были все время. Но все время на что-то отталкивали. Такое пробуждение, такое пробуждение. А получили мы Тору и именно Тору. Тора же тоже разделяется на две степени. В Тору есть изучение Торы и есть выполнение заветов, выполнение митцов. Именно с тем, что мы влюбляемся в самые недры Торы нашим разумом. Мы поглощаемся Торой и мы с другой стороны поглощаем Тору в себе. Это соединение с Богом, которого нет в выполнении митцвот. Митцвот мы надели филм, сделали обрезание, мы зажгли свечи, неважно что, выполнили митцву, это, конечно, приходит очень много духовности, божественности прибавляется нам, но вместе с тем с митцвот мы не соединяемся, мы соединяемся именно с Торой. Поэтому Матан Тора называется День Свадьбы Всевышнего с еврейским народом. К чему это нас ведет все? Тут мы должны понять, что митцвот это важно, изучать Тору это тоже важно. Любой момент, когда митцву можно выполнить через кого-то другого, то митцва уходит в сторону, мы должны изучать Тору. Вот если имеете у тебя время сейчас изучать Тору, с другой стороны ты можешь идти дать Доку или еще что-нибудь забить Мизузу или что, если эту митцву можно сделать через кого-то другого, ты продолжай изучать Тору. Тору это намного важнее. Твое уединение и соединение со Всевышним намного выше тут. Нет такого соединения в физическом мире, как соединение разумом, не эмоциями, а именно разумом, анализом, тогда это сливается вместе, если мы возьмем просто физиологически, если я тебя держу, ты не можешь меня схватить, если ты схватил меня, я тебя не могу схватить, но стать едиными, что ты схватил меня, я схватил тебя, и мы одинаково поглотили друг друга, превратились в одно целое, это только в изучении Тора. И это мы говорим тоже каждый день, молитвы шиньи, худ кучебрыху шхинты, во имя соединения и уединения кучебрыху Всевышнего и шхины. Я вам хочу сказать, есть еще три интересных момента тут. Один момент, это, как мы уже сказали, какая суть в них происходила, второе очень важный момент, мы должны понять, что есть так называемые зодиакли, это астрология, это не наша внутренняя наука, это наука внешняя, что называется, каждая сфера имеет внутреннее содержание и наружнее содержание. Например, человек идет работать, он идет зарабатывать деньги, что-то он покупает, что-то продает, или работает, таскает бревна, или еще что-то. Ради чего он все делает? Сама работа ему это ничего. Потом еще глубже, деньги нужно, чтобы содержать семью, чтобы кормить, содержать дорогих тебе людей. И как все это устроено, что это во всем. Каждому к этому есть подход, импульсы каких-то сферот, которые содержат в себе вот это самое начало. Одно начало, самое маленькое, его даже не видно, один процент, даже меньше, чем один процент. Но он состоит из тех же самых правил, и он вдохновляет, он оживляет эти правила, которые доходят до нас. Так есть сфера та хохма. Хохма мы знаем, хохма она является причиной и корнем всего, что связано с логикой, с мудростью и так далее. Но есть пневмюта хохма, внутреннее содержание, и есть хитсонию, наружнее, внешнее. Так эта внешность, это все науки другие, до которых доходят тоже не иудеи. Часть из этих наук наши мудрецы тоже взяли, чтобы легче было выполнять миссию. Внешние науки, которые должны были служить главной науке, теории, это тоже было. И одна из них это астрология. Астрология же утверждает эту известную вещь, что если ты возьмешь правильно посчитаешь созвездие, сложишь это вместе, и в тот момент, в тот час, когда родится ребенок, посмотришь, какое созвездие было, так ты будешь знать, что с этим ребенком будет. Он будет большой, маленький, счастливый, несчастный, здоровый, больной. Как это может быть? Наши учения подтверждают это, что это так. Но у нас имеется еще одна степень. Мы прекрасно знаем, что эти инструменты в чьих-то руках. Они ничего не решают. Через них что-то проходит. Какая-то энергия, которая проходит через них, она диктует вот это, то, что потом становится с этим человеком. Над этими зодиями находится кто-то другой, что он их превращает в инструмент. Это его инструмент, но не больше. Представьте себе, вы видите, как человек рубит дрова. И так ловко рубит, и делает какие-то фигуры из этого. Смотри, какой гениальный топор, вы скажете. Интересный топор, а на самом деле это не топор, это человек, который руководит им. И вот так все вот эти созвездия, они не больше, чем топор в руках лесоруба. Не больше инструмент. Отсюда, между прочим, от того, что эти зодии имеют в себе энергию, посылаемую Богом, отсюда происходит ошибка всех идолопоклонников. Они видят, что от солнца что-то хорошее происходит, от солнца происходит очень много добра нашему миру, много энергии приходит, очень здоровых жизненных качеств. Днем от солнца, ночью от луны, тут летняя пшеница, тут злаковые зимние и так далее. Что это такое? Так тогда люди не понимали, что если выше, так они были мудрые, они были умные, они сами это поняли, что все дают нам что-то, так начали им поклоняться, эти поклонялись солнцу, те поклонялись луне, таким звездам, таким звездам, и всякие звезды, 11 в год, как он сияет, если он сияет один раз в месяц, если он сияет один раз в неделю, если как он сияет, вот этот вот проявляется, это созвездие один раз в неделю, и один раз в сутки, поэтому у нас есть Аллаха, у нас есть Аллаха, товарищи, что эти звезды имеют значение, созвездие имеют влияние большое, нам, у хасидов, без 27 в пятницу нельзя делать кедуш, не без 7, в Израиле это без 27, за границей с 7 часов вечера до 8 кедуш делать нельзя на вино, почему, потому что тогда властвует Маадим, Маадим это Макс, это символ крови, и когда мы пойдем дальше, мы увидим нашего праотца Абрагама, когда Всевышний ему сказал, дорогой Абрагам, вот у тебя будет сын, который произойдет от тебя, твоей тропы, и от твоей жены, вот этой, не любовницы там, дочери фараона, ты получишь сына. Абрагам отнесся к этому с верой со всем, но вместе с тем он сказал, зачем ты мне это все говоришь. Меня унаследует мой раб, Элиезер, сына, детей у меня не будет. Он ему говорит, почему ты думаешь, что у тебя не будет детей? Абрагам тоже был астрологом. И не только Абрагам. Абрагам был астрологом. Так ему тогда сказал, свышний открыл ему этот еще один секрет. Сказал, идем, выйдем. Вывел его. Говорит, смотри вот на все эти созвездия, ты видишь? Видишь, сколько их? И он ему показал еще что-то. И вон там мы должны эти созвездия изменить. Как мы их меняем? Вон там есть еще. Над этими созвездиями есть еще одно. И оно меняет все. И мы изменим у тебя и изменим у Сары. И тогда ты увидишь, мы все это увидим. И не только у Абрагама. Они хорошо видят общую картину. Но подробности они не видят. И не знают, что с этим делать. Тут же, тут же нам Тура рассказывает в шмоте, когда Моисей пришел к фараону и говорит ему дорогой фараон, меня послан тебе Бог. А фараон сразу увидел, что это что-то интересное пришло. И он какой Бог? Он ему сказал имя Бога Абай. Я такого Бога не знаю. Я не знаю, не признаю, поэтому я его не отпущу. Я сам сапожник, я сам знаю, что делать. Вот так было, получил первую казнь, вторую казнь, третью. Потом он пришел и говорит Моисею, увидит, что Моисей это не игрушка, приведет его к нехорошему. Слушай, значит, я тебе разрешу уйти из Египта. Ты говоришь, на три дня служите. Но детей тут оставьте. Так Моисей говорит, я не оставлю здесь. Смотри, он ему говорит, я вижу, а он тоже был астрологом, я вижу, он говорит, кровь на их пути в пустыне. Много крови. Не бери детей, у детей уйдет много крови. Я вижу, как Марс поднимает им навстречу. И он это так и видел. Хорошо. Моисей говорит, неважно, оставь нам. А что он так и видел? Он видел кровь, которая на самом деле потом была, через несколько недель. Это была кровь от бритмила, что делали. Евреи вышли необрезанными, начали идти, начали обрезаться. Перед самым песохом они обрезались. Перед тем, как они ели корм в песах. И из Египта они все вышли обрезанными, и крови было очень много. Поэтому наши мудрецы не боятся созвездий. И они говорят так, бороться с этим не нужно. В Талмуде много это приводится. Ты не сможешь это перебороть. Если ты родился кровожадным, и это в тебе чувствуется, ты родился в этот час Марса, то тогда говорят, надо проливать кровь. Ты не сможешь это изменить. Вопрос, какую кровь? Будь шохотом, розняком, будь моевым, а вы представьте себе, или хирургом, вот будь хирург, детским хирургом. Каждый человек может быть. Есть люди, которые привезли крови. Я видел в армии солдат, дали им конец. А тут, пожалуйста, он может подходит нормально. Он может делать операцию и много часов. Так что эти две вещи, они совершенно не противостоят друг другу. То, что у человека есть какие-то устройства, уже имеется какая-то конструкция, которую изменить нельзя. Ее не надо менять, ее надо направить правильно, в правильное направление. Вот это самая важная часть сфера доомер. Большинство этих сферок, большинство дней этой митвы происходят именно в месяц и ярм. В остальные дни, в середине Ниссана и в несколько дней в Севане это мизерная часть, основная часть целый месяц и ярм считаем сферот. Сферот, что содержит наше рвение воссоединиться со Всевышним и наш приход уже в стадию воссоединения мы стали едиными уже. И поэтому мы говорим ой, все, хватит, больше не надо вроде бы выражения, если вот они устали. Есть такое выражение в Талмуде, но на самом деле они достигли уже самые высшенные эпогеи они достигли в близости ко Всевышнему. Но эта близость основана на том, что они свои вот эти очень мощные эмоции, которые охватывают нас со всех сторон. Эмоции и разум, мысли, импульсы туда-сюда надо сделать вот так надо сделать это. Это все уже они умели, сумели обуздать, направить в правильное русло. Для этого нам даны эти дни. И не только для этого, а каждый день же мы прибавляем еще, еще, еще. И мы должны знать, что вся наша жизнь должна быть устроена так. Именно так. С другой стороны, мы должны знать еще одну вещь, что не всегда ты карабкаешься наверх или падаешь. Ты можешь упасть тоже. И что тогда? Тогда надо встать, отряхнуться и идти дальше. Не падать куда-то в какую-нибудь депрессию или в обморок. Нет, надо идти дальше. Всевышний не любит унывание. Да, Он тренует, он же отец. Что дороже отцу, чем близость его ребенка к нему, чем то, что ребенок его тянется к нему. Нет, ничего дороже. Если мы пришли, пускай мы приходим, он желает, что мы пришли весело, с маршем к нему. Это победный марш, мы должны танцевать вместе. А потом есть такое явление сферата омер. Что такое вообще сферата омер? Сферата омер, это что ночью, вторая ночь песиха, первый день закончился, начинается исход второго дня, уже вечер, ночь, то тогда приносят омер. Омер приносится из овса. Вез это питание лошади скота, как вот этот Всевышний. До сих пор мы учили столько карбонот. Сейчас же хумаж ваекра идет, и ваекра объясняет всю возвышенность и всю глубину карбонот жертвоприношений. Жертвоприношение это секрет, жертвоприношение доходит до секретных, самых секретных эймцов бесконечности. Это очень мудрая вещь. Что в этом лежит на самом деле вообще в карбонах, а потом мы перейдем, вернемся к этой теме. Лежит в этом корм жертва возвышает и возвращает все намного выше, чем это было раньше. Как это происходит? Если мы смотрим, как мы живем сейчас, как все вокруг нас существует, мы видим очень интересное правило, что имеется земля неодушевленная, потом идет растительный мир, потом идет животный мир, потом идет человек. как они относятся друг к другу? Очень просто. Нижний кормит верхнего, то есть земля питает растения, растения питают животное и питает человека, и животное питает также человека, человек должен питать то, что выше его. Как он? Вон должен питать. Ведь мы знаем, что человек в жертву не приносит. Нельзя. У нас такого не бывает. Так как же? Очень просто. Человек должен понять, что все, что он до сих пор использовал для того, чтобы существовать, это имеет какое-то назначение. И вот это нужно исполнить. Он должен превратить все это в то, что выше человека, отдать все это наверх. Каким образом это отдаст? Человек питается, стал, слава Богу, здоровым, есть у него силы, есть энергия, используй эту энергию в правильном направлении. Используй ее в правильное русло. Делай добрые дела, совершай заветы, не делай зла, борись со злом всеми силами, не отступай. И Тора дает тебе явные такие очень ясные инструкции, не надо долго искать. Множество митцвот, которые говорят обо всем. Иди, нужно защищать себя, нужно работать, нужно помогать другим. Что нам не достает, чтобы мы сделали что-то доброе? Что нам мешает делать добро? Мы должны немножко уметь от себя отречься, чуть-чуть, чуть-чуть отречься от себя, чуть-чуть убрать свое, так сказать, эго в сторону. Пожалуйста, есть такое духовное эго, поставься, я хочу, я хочу вспорхнуть наверх, я хочу идти выше, выше, еще выше. Давай, иди еще выше. Но иди под тем степеням, которые тебе указывает Тор, для того, чтобы ты до этого дошел. Как дошел рабе Акиве докуда он дошел? Это святилище наше. Вот как он достиг этого, он начал изучать Тору в 40 лет и был уверен, что он самый тупой человек в мире до этого. Когда он увидел, как там капли воды долбят камень, так он, будучи таким диким пестухом каким-то, он это его задело, и он понял, что он из его головы тоже может что-то сделать, накапает туда и пойдет, каплями раздробит голову, и он сделает. И вот так вся система дошла до нас, и мы так устроены. А люди, делают сегодняшние люди? И когда мы начинаем считать и говорим, вот в молитве есть там и вот мы говорим тут так, «Владыка мира, устами Моше раба твоего заповедовал ты нам отсчитывать дни и недели от приносения омера, чтобы очистить нас от зла и скверны, как написано в Торе твоей, и ведите для себя счет, начиная со следующего дня относительно дня праздника, со времени принесения вами омера, который поднимал коэн собственными руками. Семь полных недель должны быть отсчитаны, отсчитайте пятьдесят дней до дня следующего за седьмой недели. Так ты велел, чтобы очистились души народа твоего Израиля от скверных, да будет воля твоя Господь». От чего мы должны очиститься? Вот от того, что все оскверняет нам души. Ну как я могу говорить хорошей вот об этом человеке? Ну вы посмотрите только, присмотритесь к нему или к ней и так далее. Все вот так идет. Мы никогда не можем уступить часть своего места кому-то. А на самом деле это место мы занимаем не нашей сущностью. Мы занимаем это место каким-то надутьем, что надули нас. Кто нас надул, мы находимся в Галуце. Мы хорошо знаем, как надували в Советском Союзе. Сначала нас надували, потом прокололи и выбрасывали. А на Западе это не так. То же самое. Мы уже говорили, что французская культура и французская свобода это не лучше, чем свобода Карла Маркса и Ленина и так далее. А потом есть еще такие, как Гаман, как Гитлер. И когда мы говорим, считаем спирата Омер, произносим эту молитву. Если кто еще начал, пусть смотрят молитву. Молитва потрясающая. Пожалуйста, пишите нам, говорите нам, мы постараемся помочь. Возле каждого из вас сегодня имеется Бет-Хабад. Хабад-хаус. А что, мы виноваты, что были когда-то у Шема было три сына, Всевышний принес поток на этот мир. Мир кончился на самом деле. Он не оправдал себя. Он не выдержал обязательств, которые на него возложили и которые он на себя принял. Он сошел вообще со всех линий. Вся крыша у него поехала у того мира. И Всевышний наказал, принес поток на людей, на животных, на все то, что его условия сотворения мира. Я тебя впустил в свой дом, дал тебе свой сад, а ты что делал? Ты пронебрегаешь этим всем? Я решил ознобить эту игру сначала и завел все это с самого начала. И вот он выбил вот этих животных и те же самые растения. Все вышло назад. В ковчег он поместил их. Ноя с женой поместил там и поместил его трех сыновей. И они вышли оттуда. И все вышли, дал ему силу, сказал ему вот ты будешь благословить это дальше человечество будет развиваться. Тебе я даю вот семь заповедей и ты передай их дальше и они должны это выполнять. Одна из этих заповедей плодитесь и разомножайтесь. Вторая заповедь чтобы помочь этому, чтобы это сохранилось, чтобы легче было выполнить эту, нельзя убивать. И имеется на это правосудие. Если вы хотите, чтобы все это держалось, вы должны обязательно устанавливать законы, устанавливать всякого вида уставы гражданские и люди будут этому подчиняться. Если они будут подчиняться, их нужно наказывать. Пожалуйста, строите государство, стройте жизнь, дайте условия жить. И все это есть. И было, как я уже сказал, было три сына, они целый год побыли в этом ковчеге, это был ужас. Когда они вышли, ой, какая благодать, какой свет, мир, когда приносят жертву, то все, что есть в мире, поднимается кверху. Земля, все ее соки, все минералы, которые вошли в растение, и растение вошло в животного, а животное ее пронесли в жертву, и это съедено Божьим огнем, поднялось наверх, и наверху в той степени, в которой они были раньше, сейчас оказались на много высшем состоянии, все это поднимается выше, и он пошел этот ной, он разбирался в этом, и прежде всего он принес жертву, отблагодарил Всевышнего, а потом на веселье он взял соки, которые тоже проросли тут, тут же все росло, быстро развивалось, был виноград хороший, были еще соки какие-то, которые он сделал, и он сказал, хай, напился, но так должно быть, когда весело и хорошо, и Всевышний дарит еще раз жизнь, не только ему, а всему миру, так почему не взять шнапс, и он взял, что сделал его сын по имени Хам, он надругался над отцом, двояко надругался, а главное он сказал, смотри, какие фантазии у него в голове, когда было всего два брата, Каин и Гэррл, один убил другого, а нас сейчас трое, а он вижу, я хочет еще иметь детей, ему недостаточно нас трое, так сколько нас будет, мы же перережем другую глотки, он взял и кастрировал отца своего, это сделал ему Хам, а когда Ной пришел в себя, он все увидел, он увидел, что произошло, когда он был, так Хам сделал то, что он сделал, и прибежал, и рассказал братьям своим, слушайте, там отец лежит, идите посмотрите на него, валяется, пьяный, смотрите, обруганный, они тут же взяли какой-то материал, какую-то ткань, оба взяли, один взял с этой стороны, другой, рядом они шли, и они шли спинами, спинами, задом они подходили к шатру Ноя, чтобы не видеть, это не принято по закону Тора видеть наглость, у нас запрещено отцу и ребенку идти вместе в микву или что-то подобное, это нельзя, это некрасиво, не принято, так они наглость эту не видели, и они шли задом, а он восхвалялся и все это видел за секунду и он сказал, да будешь ты проклят, мой младший сын, он проклят его и сказал ему, рабом рабов ты станешь, то есть ты будешь проклят, он его проклят всеми проклятиями, которые могут быть, кто-то может это изменить, никто не может это изменить, а пытаются все время это изменить, таким образом, таким образом, такие, я не знаю, что они придумывают, но нужно же это учесть, нужно посмотреть, во-первых, нужно посмотреть, кто происходит, откуда, и поймем, где, 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 кто, мы знаем, мы знаем, кто происходит от семитов тоже, многие хотят все это переписать, но это не помогает им, невозможно переписать второй тоннаж, мир это признал, а попытается будет еще хуже, поэтому мы должны каким-то образом глубже подойти к этому, глубже и как-то с душой подойти к этому, понять, что имеется в виду наша польза, польза человечества, не быть упрямым и думать, что если мы один раз красиво проведем вечер, как одеваться и как раздеваться, надо тоже знать, и те же самые вещи можно вершить, и настоящая любовь, что было, что по-настоящему были, плодитесь, разомножайтесь, они говорят, зачем, есть инструмент, как разомножаться, так эти инструменты мы будем использовать, как угодно, так сколько это продолжается, один раз, другой раз, потом уже кончается, постоянное удовольствие, оно кончается, это уже не удовольствие, и вдруг начинает надоедать, слушай, мне эта девушка уже не нравится, уходи туда к другому, а мне давай сюда другую, и вот так они меняются, это бывает, это разве нормально, мир не будет существовать, сказал Всевышний, мир будет существовать только вот на этих условиях, для этого я сфера доумра, считайте, смотрите, изучайте. вот так, спасибо, спасибо, Продолжение следует...